Некоторые вещи меняются, а некоторые нет. Есть вещи, за которые нужно бороться, чтобы они остались неизменными. Проповедение проповедей Я хотел бы рассмотреть эту тему, эту серию проповедей, которая звучит в форме вопроса. Есть в нашей жизни вещи, дела, которые мы не обговариваем, мы не торгуемся, мы не рассматриваем их иначе. Они являются чем-то естественным, чем-то нормальным, чем-то необходимым частью нашей жизни. К примеру, вопрос нашего ежедневного питания. Разве обговаривается этот вопрос? Не обговаривается. По причине того, что мы нуждаемся в питании, нуждаемся в пище. Вопрос сна, отдыха. Разве обговаривается этот вопрос? Не обговаривается. Каждый здравомыслящий человек нуждается в отдыхе для восстановления сил, для дальнейшей деятельности в нашей жизни. Есть сферы, есть области, которые не обговариваются, как в физической нашей жизни, материальной нашей жизни. Точно таким же образом в нашей духовной жизни есть аспекты, которые не обговариваются. На протяжении четырех воскресеньев я хотел бы говорить именно о четырех жизненно важных аспектах нашей жизни, без которых наша духовная жизнь, она не представляет здравого хождения в отношениях с Господом. Есть четыре основных, четыре жизненно важных аспекта, жизненно важных для нашей духовной жизни, жизненно важных для наших взаимоотношениях с Господом, в соединении, в общении с Богом. Рассматривая эти аспекты, первый из важных аспектов, жизненно важных аспектов, это вовлечение. Вовлечение людей, которые приходят на собрания. Мы вовлекаем. И первое, что необходимо каждому человеку, который приходит в церковь, который приходит на богослужение, который встречается с верующими людьми, сталкивается с проповедью Слова Божьего. То, что необходимо каждому человеку, это вовлечься в личные взаимоотношения с Господом. Всем людям необходимо изначально вовлечься, познать Господа, приблизиться к Господу. Необходимо покаяться пред Господом, принять Иисуса Христа как личного Спасителя, как Господа, как Творца, как Того, Который дал Тебе жизнь, как Того, Который сотворил Тебя, как Того, Который заботится о Тебе. Первое, что происходит, что необходимо человеку, это вовлечься, вовлечься в следование за Господом и Иисусом Христом. Во-первых, первый аспект, самый наиважнейший, это необходимо принять водное крещение, необходимо начать процесс освящения, изменения, преображения жизни своей. И без Иисуса Христа, без вовлечения, без того, чтобы соединиться с Господом, это невозможно. Первый аспект, и самое важное, что необходимо каждому человеку, и нам, приходящим на это место, это вовлечься, вовлечься в личные взаимоотношения с Господом. Второй аспект, жизненно важный аспект для нашей духовной жизни, это приобщение. В Церкви Филадельфии мы приобщаемся, или же соединяемся. Мы создаем благоприятную среду для здравых взаимоотношений с другими верующими людьми. Мы не позволяем людям чувствовать себя одинокими, приходя на богослужения, приходя сюда и находясь на этом месте. Бог создал Церковь Свою. Церковь состоит из многих людей, которые уверовали в Господа Иисуса Христа. Между собой у них есть здравые взаимоотношения, у них есть общение. В Церкви Филадельфии мы вовлекаем, и самым вторым жизненно важным аспектом для каждого человека являются здравые взаимоотношения с другими верующими людьми. Изначально первый аспект – это знать Господа, соединиться с Богом, познать Иисуса Христа, уверовать в Иисуса Христа, переживать присутствие Иисуса Христа, переживать наполнение Духом Святым, сделать все необходимое, что приближает к Иисусу Христу, проделать все эти необходимые шаги в своей вере. И будучи верующим человеком, человеком, который любит Господа, я люблю Господа, ты любишь Господа, мы верим в Иисуса Христа, и мы, будучи верующими, должны иметь взаимоотношения здравые, взаимоотношения друг с другом, здравое общение друг с другом. В воскресенье на собрании у нас нет этой возможности. В воскресенье, находясь здесь вместе, мы можем соединяться с Господом посредством пения, посредством молитвы, посредством поддержки друг друга, но на протяжении всей недели в малых группах, в группах ученичества мы имеем здравые взаимоотношения, мы имеем общение с другими верующими людьми. Это очень важно и необходимо для нашей духовной жизни. В Церкви Филадельфии есть группы. Я хотел бы спросить вас, кто из вас находится в одной из групп в Церкви Филадельфии? Я знаю, что очень много людей в этот триместр вовлечены в группы ученичества. Мы начали новый сезон групп ученичества с 1792 человеками, вовлеченными в процесс ученичества. Это люди, которые встречаются еженедельно, там они имеют общение, там они могут задавать вопросы, получать ответы, находить необходимую поддержку. И это важно для каждого из нас. Мы сотворены социальными. Тогда, когда Бог сотворил человека, сотворил Адама, мужчину, и сотворив все, что нас окружает, растительный мир, животный мир, посмотрев на человека, посмотрев на свое творение, Он сказал следующее о своем творении, что все весьма хорошо и прекрасно. Об одном Он сказал, что плохо. И что было плохо? Нехорошо Он сказал. Все хорошо, но об одном Он сказал нехорошо. Что нехорошо? Нехорошо быть человеку одному. Нехорошо. Хорошо, чтобы верующие люди, они приобщались. Хорошо, чтобы верующие люди, они имели здравые взаимоотношения, взаимоотношения, имели общение. И мы знаем сегодня, какое влияние имеет общение с людьми на нашу жизнь. И если мы окружаем себя неправильными людьми, людьми, которые сегодня живут аморально, людьми, которые грешат, людьми, которые сегодня живут без Бога, их влияние на нашу жизнь будет негативным. Тем самым и мы отдалимся от Господа. Но будучи верующими людьми, будучи людьми, которые желают познать Господа, которые желают приблизиться к Господу, желают исполнить волю Божью в жизни своей, нам необходимы здравые взаимоотношения с окружающими, с верующими людьми, иметь доброе сообщество людей, для того, чтобы в нас развивались Божьи нравы, добрые нравы, развивался характер угодный Господу. В-третьих, жизненно важный аспект для нашей духовной жизни. То, что не обговаривается, то, что является необходимым и естественным, это прояснение. Люди, которые уверовали в Бога, люди, которые приходят на воскресенье, на собрания, встречаются в течение недели, имеют общение друг с другом, имеют общение с Богом, они не до конца чувствуют себя счастливыми людьми, не до конца они чувствуют себя реализованными людьми. Почему? Потому что у каждого из нас есть способности, у нас есть таланты, у нас есть навыки, у нас есть те дары, которые вложил Бог в нашу жизнь. И приходя на собрания, находясь здесь, в церкви, в Доме Божьем, у нас есть курсы по личному развитию. Проходя эти курсы, мы можем раскрыть для себя тот потенциал, раскрыть те способности, те таланты, которыми обладаем, обнаружив свои способности, обнаружив свои таланты, быть полезными для других людей, быть полезными в служении. И тогда, когда ты раскрываешь свой потенциал, тогда, когда ты определяешь для себя смысл, цель жизни, тогда, когда ты увидел в своей жизни те способности, которыми ты обладаешь и начинаешь вовлекать их в служение, начинаешь служить этими способностями, ты чувствуешь себя счастливым человека, ты чувствуешь себя частью чего-то великого, чего-то огромного, частью Царства Божьего, И ты радуешься тем, что можешь быть полезен для Царства Божьего, для расширения пределов Церкви Божьей. И сейчас я хотел бы поблагодарить всех тех, которые раскрыли уже свой потенциал, всех тех, которые вовлеклись в служение и в каждое воскресенье. В Церкви мы наблюдаем множество людей, которые, начиная с дорожного перехода, у дверей, в холле встречают, приветствуют, служат тем, которые приходят новым людям, проходя в зал, здесь рассаживают, оказывают внимание. И те, которые в служении, они чувствуют счастливыми себя, они чувствуют себя реализовавшими, реализуются посредством своего служения и уходя от служения. Встречаясь с людьми, которые сегодня совершают служение, они свидетельствуют, они говорят, я чувствую себя счастливым, что могу быть полезным, что могу что-то сделать для Господа, что-то могу сделать для других людей. Это необходимо нам. Недостаточно. Есть христиане, рассматривая свою христианскую жизнь, они видят только два аспекта. Они видят свои взаимоотношения с Господом, они видят свои взаимоотношения с другими людьми, но более ничего не делают. И в постоянстве ищут чего-то большего, чего-то большего желают и не могут понять, где то большее. То большее, то глубокое, то необходимое, оно находится в нашем служении, в раскрытии нашего потенциала, нашей цели, наших способностей, наших талантов, наших даров. И вовлекаясь в служение, занимаясь ученичеством, это является той глубиной, тем необходимым для того, чтобы мы ощутили себя духовными, для того, чтобы мы ощутили себя полезными, восполненными, счастливыми людьми посредством курсов личного развития, который проходит четыре воскресенья, в каждый месяц вы сможете рассмотреть свои способности, рассмотреть свои дары, вне зависимости от вашего возраста, вне зависимости от позиции, в зависимости от тех способностей и вашего желания, которым вы обладаете. Пройдя эти курсы, обнаружив свои способности и начав вовлекать их в служение, вы будете счастливыми людьми, вы будете восполненными людьми, вы будете радостными людьми, жизнерадостными, служа другим людям. Более того, вовлекшись в служение, вы сможете развиваться, вы сможете разрастать, вы сможете преувеличивать, вы сможете преумножать те способности, которыми обладаете. Четвертый жизненно важный аспект, о котором мы будем говорить на протяжении четырех воскресений, это наше посвящение. Рассматривая посвящение, мы рассматриваем наше вовлечение в приобретении, в достижении людей, которые еще не познали Господа. В достижении людей, которые живут без Иисуса Христа. Бог оставил нам великое поручение. Он возложил на церковь свою, на верующих людей, миссию, чтобы церковь, верующие люди, они возвещали о Иисусе Христе, люди, которые не знают еще о Господе. Бог избрал нас не для того, чтобы мы просто радовались взаимоотношениям с Ним, не для того, чтобы мы просто радовались взаимоотношениям друг с другом, не имея эти здравые взаимоотношения, не просто для того, чтобы служили нам же, тем, которые находимся здесь, каждое воскресенье приходим на служение. Бог избрал тебя. Бог избрал, оставил церковь свою, для того, чтобы церковь вовлеклась, посвятила себя тому, чтобы приобретать, достигать людей, которые еще не уверовали в Иисуса Христа, которые живут без Бога. В церкви Филадельфии есть великие дни, особые дни, мы называем их праздничными днями. Почему? Потому что в эти дни мы приглашаем наших знакомых, мы вовлекаемся, мы посвящаем себя для того, чтобы достигать наших друзей, достигать наших близких, наших соседей, наших знакомых, приглашаем их в церковь, и здесь они вместе с нами могут слушать Слово Божье, здесь они могут пережить присутствие Божье, здесь они могут соединиться с Господом, находясь здесь вместе с нами, они могут соединиться с другими верующими людьми, могут вовлечься в служение, и так же, как и мы, те, которые уверовали начать достигать других неверующих людей. Эти четыре важных аспекта сегодня являются жизненно важными для каждого из нас, которые не обговариваются, которые не обсуждаются, не рассматриваются, мы не можем себе позволить не заниматься или не вовлечься в один из этих аспектов четырех, которые были представлены нам. Наши взаимоотношения с Господом, взаимоотношения с другими верующими людьми, вовлечения в служение и посвящение себя в том, чтобы достигать других людей, которые еще не познали Господа. Сегодня я хотел бы представить тему, которая связана с нашим вовлечением. Вовлечением в личные взаимоотношения с Господом. Изначально все начинается с нашей встречи с Господом Иисусом Христом. Все начинается с рождения свыше. Все начинается с первых шагов в нашей вере. Невозможно понять то, что происходит в церкви. Невозможно понять ведение, миссию, то, чем деятельность церкви, без того, чтобы познать Иисуса Христа, без того, чтобы соединиться с Иисусом Христом. Однажды ночью пришел к Иисусу Христу человек по имени Никодим. И он говорил ему следующее, Иисусу Христу, что мы знаем, то есть он, будучи фарисеем, он, будучи человеком религиозным, заявляет. Иисусу Христу говорит, мы знаем, что ты учитель Израилев. Но Иисус, обращаясь к нему, говорит, Никодим, если не родишься свыше, не сможешь увидеть Царство Божье, не сможешь понять Царство Божье, не сможешь понять происходящее, не сможешь понять то, о чем я говорю, понять принципы Царства Божьего. Все начинается с личных взаимоотношений с Господом. Все начинается с вовлечения в личные взаимоотношения с Иисусом Христом. И сейчас я хотел бы, чтобы мы рассмотрели местописание, которое представлено нам в Библии, а именно рассмотрели диалог Иисуса Христа с Отцом Небесным, с Богом. Иисус, будучи на этой земле, Он молился Отцу Небесному, молился Богу, прося у Него. Давайте мы рассмотрим то, о чем Он молился. Рассмотрим этот диалог, который состоялся у Иисуса Христа с Отцом Небесным. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, с 1 стиха мы читаем следующие слова. «После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал, «Отче, пришел час прославить Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Все, что мы делаем, наша цель – это прославить Господа. Иисус на этой земле, когда Он был, проповедовал, учил людей, Он указывал на Бога, Он прославлял Бога. И вот Иисус, Он восходит к Отцу. Вот Иисус говорит о том, что Отец, находясь здесь на земле, «Я прославил Твое имя, я прославил Тебя». И Иисус просит Отца, «Пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». И мы, как церковь, все, что мы делаем, посредством всей нашей деятельности, мы ищем прославить Бога. Ни человека, ни что-то особенное, но все, что мы делаем, мы делаем, чтобы прославить Отца, прославить Сына, прославить Духа Святого, прославить Господа. Об этом молил Отец, этого просил, об этом молил Иисус Отца. Это совершил Отец, это совершил Иисус по отношению к Отцу, Отец по отношению к Сыну. И сегодня Церковь, в свое время Церковь, все, что делает, делает с целью прославить Бога. Это наша цель. Читая далее, мы читаем во втором стихе, «Так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Иисус просит Отца о том, чтобы Отец дал людям жизнь вечную. Как важно сегодня и то, что необходимо нам, то, что необходимо человеку. Я хотел бы вас спросить, что сделал для вас Иисус? Почему вы любите Иисуса? Почему вы верите в Иисуса? Что сделал для вас Иисус? Смелее. Умер из-за грехи ваши. Еще что сделал для вас Иисус? Громче. Он пролил кровь за нас. Простил грехи. Дал дар вечной жизни. Вопреки дару вечной жизни или рассматривая противоположное. Люди, которые сегодня не причастны к вечной жизни. Не причастны к вечной жизни в Царстве Божьем. Не причастны к небесам, к Царству Божьему. А не причастны к той ужасной участи. Это страданиям и мучениям. Есть противоположное Царству Божьему. Есть Царство тьмы. Есть ад. И Бог не желает, чтобы люди, они оказались в аду. И находясь там, молясь Отцу, Иисус просил Отца, Отец, прошу Тебя, чтобы Ты дал им жизнь вечную. И сегодня то, что Бог желает, это чтобы человек, он имел жизнь вечную, обладал, приобрел жизнь вечную, имея личные взаимоотношения с Господа. Познав Господа, вовлечься в то, чтобы служить Господу. Все, что необходимо сегодня, во-первых, то, что необходимо нам, это познать Господа Иисуса Христа. Для того, чтобы Иисус Христос, Он дал нам жизнь вечную, освободил, освободил нас от ада, освободил и простил нас от грехов наших. Продолжая Иисус, говорит следующее. Сия же есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого и истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа. Здесь Иисус говорит не просто, чтобы они получили прощение. И мы, обратившись к Богу, молясь к Богу, Бог прощает нам наши грехи. На основании Его слов мы принимаем то, что Христос сказал, что всякий просящий, всякий исповедующий грехи свои, Бог его прощает, Бог освобождает. И мы принимаем сказанное Иисусом Христом. Но более этого, Иисус молил Отца и просил о том, чтобы мы, те, которые приходим на служение, те, которые получили, были прощены Богом, те, которые были спасены, тем, которым было обещано небеса, Царство Божье. Бог обращается, и Он говорит о том, чтобы сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя. Что значит знать Господа? Что значит знать Бога? Значит не грешить. Что значит знать Бога? Как мы понимаем знать? Знание – это просто информация, это просто какое-то познание, обладание какой-то информацией. И люди сегодня говорят о том, что они знают, но рассматривая то, как они живут и как они поступают, они далеко не знают то, что изложено о Боге, они далеко не знают Бога. Когда Христос молил Отца Небесного, молил Бога, говоря о жизни вечной, говоря о том, чтобы мы познали, о том, чтобы мы приобщились, о том, чтобы мы знали Бога. То есть мы, говоря о знании, у нас есть относительное понимание этого. То есть вы относительно знаете меня. Вы знаете меня, приходя на воскресные собрания, находясь здесь на служении. В какой-то мере вы знаете, но вы не знаете меня так, как знает меня супруга. Моя супруга знает меня намного больше. Она знает меня помимо воскресных собраний. Она знает меня, потому что мы живем в одном доме. Она моя супруга. И так как она знает меня, она знает меня намного иначе. Христос, говоря, молясь Отцу, Он просил Отца, чтобы верующие люди, чтобы люди, которые приближаются к Богу, люди, которые делают шаги навстречу к Богу, ищут Бога, чтобы они знали Бога. Знали, не просто были информированы о Боге, но чтобы жили в соответствии с волей Божией, чтобы они переживали Его наполнение, Его прикосновения, чтобы они знали Бога на личном уровне, чтобы они были возрождены, чтобы они могли слышать голос Божий, знать направление, знать волю, знать принципы, знать Бога. Как важно знать Бога. Как важно познавать, искать Бога, приближаться к Богу в нашем служении, в нашем хождении. И Иисус об этом просил Отца Небесного. Отношения с Иисусом Христом, они равны вечной жизни. Вот почему необходимо, и все начинается с наших личных взаимоотношений с Христом. Вот почему необходимо познать, знать Иисуса Христа, знать Бога. Вы можете знать, что говорится о Иисусе Христе. Вы можете знать, что написано в Ветхом Завете, в Новом Завете, что написано о Христе. Но знать Иисуса Христа, иметь личные взаимоотношения с Иисусом Христом, чтобы Христос обитал в вашем сердце, обитал в вашей жизни, Это намного больше. Это равно вечной жизни. Я хотел бы, чтобы мы сейчас молились Господу. Давайте мы встанем для молитвы. Мы будем молиться Господу. И если в своей жизни ты еще не познал Христа, ты слышал о Иисусе Христе, ты приходишь на служение, приходишь на собрание, и здесь говорится о Боге, здесь говорится о Иисусе Христе, но у тебя нет личных взаимоотношений с Иисусом Христом. Ты еще не познал Христа, ты еще не обратился к Иисусу Христу, ты не покаялся в своих грехах. Я приглашаю тебя пройти сюда вперед, для того, чтобы ты смог сказать Господу, Господь, прости, Боже, очисти, измени мою жизнь. Если ты еще не обратился к Иисусу Христу, я приглашаю тебя пройти сюда вперед, для того, чтобы познать Иисуса Христа, для того, чтобы посвятить свою жизнь Иисусу Христу. В нашей жизни мы принимаем много решений, но есть самое важное, самое главное решение, которое необходимо принять сегодня, это обратиться к Иисусу Христу. Если ты еще не покаялся, если ты еще не познал Христа, если ты не знаешь Бога, если ты живешь греша, если у тебя нет уверенности в вечной жизни, вечная жизнь, отношения с Иисусом, они равны в вечной жизни. Мы человечные, мы вечное творение Божье. Мы будем жить вечно. Но ты сегодня определяешь для себя, где ты будешь проводить эту вечность. И Иисус с Своей стороны сделал все. Он явил нам Бога, Он явил нам Отца, Он оставил небеса, Он пришел на эту землю, Он отдал жизнь свою, Он прорил кровь свою, Он пострадал на кресте для того, чтобы принести прощение, для того, чтобы принести жизнь вечную. Но сегодня тебе нужно с твоей стороны принять решение, покаяться пред Богом, обратиться к Богу, познать Бога, принять, уверовать в Господа Иисуса Христа, начать здравые, начать тесные личные взаимоотношения с Иисусом Христом, с Господом, для того, чтобы принять вечную жизнь. Мы будем молиться Господу о вас, о тех, которые прошли сейчас сюда вперед. Молитесь вместе со мною. Отец Небесный, я благословляю тебя, Господь и Бог мой. Я благодарю тебя, Отец. Благодарю тебя за Сына твоего Иисуса Христа, Которого ты послал в этот мир, Который, придя в этот мир, открыл нам тебя, Отец. Я благодарю тебя, Иисус. Благодарю тебя за кровь, которая проливалась на кресте. Благодарю тебя, Иисус, за то, что ты желаешь, чтобы мы познали тебя, чтобы мы жили в соответствии с волей твоей, чтобы мы служили, поступали по правде, по истине твоей, Господи. Я благодарю тебя. Я молю и прошу Тебя, Господь, за тех, кто прошел сейчас сюда вперед, Божий. Молю и прошу Тебя о том, чтобы Ты помог им познать Тебя, помог им жить в тесных взаимоотношениях с Тобою, руководствоваться Твоей волей, руководствоваться Твоими принципами. Прошу и молю Тебя, Господь, благослови, дай познать, возроди свыше, измени жизни, яви милость Свою, прости, освободи, Господь, яви благодать Свою. Мы просим Тебя, Отец, прикоснись рукою Своею, прикоснись, Господь, Духом Святым, меняя жизни и сердца, Отец, являя милость и благодать Свою. Господь, благодарим Тебя, Господь, благодарим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты сделал возможным, стал доступным для каждого из нас. И сегодня время благоприятное, сегодня есть время, когда мы можем соединиться с Тобой, когда мы можем приблизиться к Тебе, познавая Тебя. Благоприятное, соединяясь с Тобою, живя в соответствии с волей Твоей, Господь, благодарю Тебя и молю и прошу Тебя, Отец, помоги нам, помоги нам в нашей повседневной жизни соединяться с Тобою, помоги нам в нашей повседневной жизни исполнять волю Твою, руководствоваться Тобою. Боже, благослови! Благодарим Тебя, Отец! Благодарим Тебя, Иисус! Благодарим Тебя, Дух Святой! Твое имя, Господь, да будет благословенно! Аминь! Я приглашаю вас занять места, рассматривая этот жизненно важный аспект. Хотел бы, чтобы мы смогли прочесть и увидеть продолжение этого диалога Иисуса Христа с Отцом Небесным. Иисус, Он продолжает обращаться к Отцу Небесному, к Богу, моля Отца и прося. Я открыл им имя Твое, человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. И слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что я ишел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. То, что сегодня является важным и необходимым для нашего соединения с Господом, это Слово Божье, это Библия. Невозможно знать, невозможно двигаться в направлении, указанном Господом, если Ты не читаешь Слово Божье. Если Библия не представляет для тебя ценность, Библия сегодня предоставлена каждому из нас. Ничто не способствует так духовному развитию, так личному развитию личных взаимоотношений с Господом, как Слово Божье. Начните читать Слово Божье. Начните регулярно читать Библию. Мы проповедуем в церкви Слово Божье. В группах, тогда, когда мы собираемся, мы читаем Слово Божье. Потому что нас интересует воля Божья, нас интересуют принципы Божьи. Мы желаем жить по Божьему, мы желаем знать его и знать не просто на уровне понимания, но на уровне действий, на уровне жизни. Для этого нам необходимо Слово Божье. Каждому из вас была дана тетрадка для личного, для ежедневного чтения Библии. Кто из вас не получил тетрадку и не имеет ее, вы можете сейчас поднять руку, к вам подойдут, дадут эту специальную тетрадь. И в этой тетради указана глава, указан день. И мы минимум читаем по одной главе в день всей церковью. Каждый верующий человек, приходящий на это место, он читает одну главу в день. Какую сегодня главу мы читаем? Апостола Петра, здорово, пятая глава, послание Апостола Петра, совершенно верно. Используйте тетради для чтения Библии. Читайте Библию для того, чтобы развивать свои взаимоотношения с Господом. Иисус, молясь Отцу Небесному, Он говорил о том, чтобы они познали, чтобы соблюли Слово Божье. О том, чтобы могли веровать в Иисуса Христа. Веровать в то, что Отец послал Иисуса Христа. Скажите, откуда вера берется в жизни человека? Слышание. А от слышания чего слышания? Слово Божьего. И смотрите, у нас есть Слово Божье. У нас есть Слово Божье. У каждого из нас есть Слово Божье. У каждого из нас есть Библия. Читайте Библию. Слушайте Слово Божье. для того, чтобы возрастать в вере, для того, чтобы укрепляться в Господе. Используйте тетради, которые даны вам, для того, чтобы записывать мысли, для того, чтобы благодарить Господа, для того, чтобы молиться Господу, для того, чтобы быть регулярными в чтении Слова Божьего. Отношения с Иисусом Христом означают равны божественным ценностям. Эти ценности мы узнаем в Слове Божьем. Вот почему необходимо читать Слово Божье. Вот почему необходимо следовать тому, что написано в Слове Божье, говоря о взаимоотношениях с Господом. Об этом важном аспекте в нашей жизни я хотел бы, чтобы мы рассмотрели далее диалог Господа Иисуса Христа с Отцом Небесным. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Мы нуждаемся в личных взаимоотношениях с Господом. Для того, чтобы жить свято. Что значит «освети их»? Слово «святой», «святость» означает «отделенный». Иисус молит Отца и говорит «Отец, отдели их от чего? От греха. Отдели их от зла». В этом мире очень много зла. Есть тот, который несет в себе зло, это дьявол. И человек сегодня, он выступает в роли избирателя. И в каждый день, в каждую минуту, в каждый час ты избираешь или сторону Бога, или сторону дьявола. Нет середины. Есть воля Божья. Есть принципы Божьи. Есть принципы царства Божьего. Есть то, что сегодня дьявол приносит. И люди порой соблазняются, искушаются, предаются греху, предаются разврату, предаются тем вещам, которые в дальнейшем разрушают ихнюю жизнь. Иисус спросил Отца, не молю, чтобы ты взял их из мира, потому что этот мир порочный, злой. Не прошу, чтобы ты их забрал, но чтобы ты сохранил их от зла. И то, что мы видим, и то, что мы слышим. Вы включите новости, и вы услышите множество, много зла, которое происходит в каждый день в нашем обществе, в этом мире. Иисус, обращаясь к Отцу, говорит, Отец, я не прошу, чтобы ты их забрал с этого мира, но чтобы ты сохранил их от зла. То есть, освети их, отдели их, поставь их в сторону. Наши личные взаимоотношения с Господом. Они ведут нас к освящению, к отделению от греха, к отделению от зла. Отношения с Иисусом Христом, они равны нашей святой жизни. Мы несовершенные люди. Некоторые идут на компромисс, или же рассматривают, до каких пор, или сколько из того, что не должно, и является неправильным, я могу себе позволить, и это не причинит мне вреда. А, скажите, некоторые говорят о том, что маленький грех, он не вредит. На самом ли деле так? Давайте мы посмотрим клип. Привет. Проголодалась? Да. Голодна настолько, чтобы съесть червяка? А сейчас? Теперь как? Разве тебе не нравится шоколадный сироп? Может, угостишься тебе? Что скажешь? Ведь червя даже не видно. Продолжение следует... Продолжение следует... И как не украшай грех, или же как не интерпретируй, и не объясняй, и не умоляй, грех, он остается быть грехом. Поэтому очень важно, чтобы мы строили взаимоотношения с Господом, взаимоотношения с Богом. Мы говорили о взаимоотношениях с людьми, о развитии наших способностей, наших талантов и приобретать мир через благовестие. Это является настолько важным, это являются четыре жизненно важных аспекта для каждого из нас, для нашей духовной жизни, для наших личных взаимоотношений с Господом. Есть четыре разрушительных аспекта. Это наши мысли, наши слова, наши привычки и наши отношения. Мы должны быть очень внимательны в том, что разрушает сегодня, разрушает наши взаимоотношения с Господом. Рассмотрите свои мысли. Все начинается с мыслей, которые поступают в сердце, в результате становятся словом, делом, после трансформируются и становятся привычкой, отношением к жизни. Из четыре разрушительных аспекта – это наши мысли, следите за вашим разумом, следите за вашими устами. Яков говорит во второй главе, мы читаем послание, в третьей главе мы читаем о языке, насколько он является разрушительным. Поэтому будьте внимательны над тем, что говорите, будьте внимательны над своим разумом, о чем думаете, какие мысли приходят в ваш разум. Вы черпывайте мысли разрушительные, избегайте слов разрушительных, избегайте, освобождайтесь от вредных привычек, разрушительных привычек. Стройте ваши взаимоотношения с Господа. Четыре человека – первый из наших родственников, которых мы хотим, начиная с сегодняшнего дня, определить, чтобы 12 марта пригласить их на это место, чтобы они были вместе с нами. Четырех человек мы определяем, начиная с этого воскресенья, готовясь к Великому дню. Я хотел бы поблагодарить всех тех, которые работали над видеоклипом, мы смотрели видеоклип, представлен в связи с Великим днем, который мы будем праздновать 12 марта. Мы подготавливаемся, мы уже находимся в приготовлении, подготовлении к подготовке к Великому дню. Поэтому мы на личном уровне уже на этой неделе начинаем молиться, начинаем рассматривать первых четырех человек, первый из наших родственников. Почему первый? Самый близкий в наших отношениях к нам, первый из наших коллег, один из коллег, с которым у нас наилучшим образом складываются взаимоотношения. Первый из наших соседей, первый из наших знакомых. Мы молимся на этой неделе, определяя этих людей, на которых желаем повлиять, которых желаем привести в Великий день, чтобы они были вместе с нами на этом месте.